Важные моменты в тренировке трицепса. Тренируйте трицепс в два раза больше. Если ваши трицепсы отстают от остальных мышечных групп, вы можете легко исправить это с помощью увеличения в количество тренировок тренировочного сприта. Трицепсы представляют собой маленькую группу мышц. Лучше всего прокачивать трицепс после груди. Ведь эти мышцы также задействованы при активной работе грудных мышц. Таким образом вы можете заканчивать тренировку груди упражнениями на трицепс. Также можно тренировать трицепсы отдельно от груди или вместе с бицепсами. Если вы прокачиваете трицепсы без предварительной тренировки, они не будут умлены, поэтому вы сможете взять достаточно больший вес. Однако будьте осторожны при планировании вашего сплита. И не делайте тренировки трицепсов подряд. Например, грудь трицепс в понедельник, плечи во вторник, бицепсы трицепсы по средам не подходят. Так как мышцам нужно время для восстановления. Устанавливайте свою программу таким образом, чтобы тренировки одной и той же группы мышц приходились не чаще, чем один раз в 48 часов. Не забывайте хорошо размяться перед подходом. Не начинайте вашу тренировку с разгибания верхнего блока или еще хуже, с таким же разгибания обратным хватом. Почему? Просите вы. Если ваша цель большие руки, начинайте с таких упражнений, в которых вы сможете поднять наибольший вес. Поэтому ваш день, когда вы тренируете ноги, должен начинаться с приседаний. А день груди с жима лежа. Как правило, это мультисуставные упражнения. Это означает, что в работу вовлечено более одного сустава. Соответственно, большее количество мышечных волокон вовлечено в работу. К таким упражнениям можно отнести различные варианты. Упражнения на брусьях и жим штанги лежа узким хватом. Лучше всего выполнять эти упражнения в ранней фазе тренировки, когда уровень энергии выше. Если в первом упражнении вы не можете поднять большой вес, оставьте его на конец тренировки. Прокачайте свои руки с помощью одного движения. Если вы прокачиваете трицепсы после груди, учитывайте то, что они уже успели утомиться. Ведь они активно включаются в работу во всех жимах. Вполне возможно, что вам будет тяжело, но активно их проработать вполне возможно. И сделать это можно даже с одним упражнением. Просто попробуйте поиграть с паузой отдыха и включите дропсеты. Так вы сможете добиться невероятного пампа. Данная техника работает только в том случае, если вы предварительно хорошо проработали над грудными мышцами. Выберите определенное упражнение, например, разгибание в верхнем блоке. Выполняйте данное упражнение в течение 10 минут. Выберите вес, при котором вы сможете сделать около 10 повторений. И затем совершайте столько же повторений, сколько сможете. Далее сделайте 20 секунд отдыха и продолжайте выполнение упражнения до отказа. Постепенно количество повторений начнет сокращаться. Поварьируйте немного время выполнения повторений и паузы. И остановитесь на 8 выполненных повторениях. Далее начинайте уменьшать по одной плитке от веса. Так продолжайте все 10 минут данной тренировки. Потренируйте длинную головку трицепса. В то время, как все трицепсы двигаются за счет разгибания локтевых суставов, вы можете поменять ведущую группу мышц за счет смены позиций рук. Сфокусируйтесь на длинной головке мышц, которая расположена на внутренней стороне трицепса. Вам следует знать, что данная мышца крепится к плечевому отделению. Учитывайте это и старайтесь периодически менять позицию рук. Так, для прокачки длинных головок трицепсов лучше всего подойдут различные упражнения, которые выполняются над головой. Для того, чтобы прокачивать различные части трицепсов, используются гантели и штангу с искривленным грифом. Таким образом, обеспечивается максимальная нагрузка именно на длинную головку. При этом, не забывайте, периодически в процессе выполнения упражнений менять темп. Лучше всего качать латеральную головку на брусье французским жимом и обратными отжиманиями. И не забудьте о медиальных головках. Медиальная головка является наиболее маленькой из трех головок трицепса. Она выполняет функцию стабилизации локтевого сустава. Данная часть мышцы задействована практически во всех движениях трицепсов. Вы можете сфокусироваться на прокачке этой мышцы за счет использования обратного хвата. Имейте в виду, вы не сможете использовать большой вес, поэтому прокачка этой части мышцы более эффективна в конце тренировки. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok